Детки и предки Проект в основном базировался в городе Новосибирске, но с этого года он расширяется на Сибирь. Поэтому этот проект, первый спектакль, он в Дома-Кузнецке, сегодня премьера, можно сказать, нашего проекта. Потом будет Томск и потом будет еще Барнаул. Проект направлен на популяризацию новой, современной, отечественной, подростковой литературы. Очень много всего, но это очень важно, потому что чаще всего в театрах ставят известные произведения. Да, классику, она неплохая, но, как говорится, хочется еще чего-нибудь. Поэтому мы и предлагаем такие варианты. Мы сотрудничаем с профессиональными театрами, мы даем возможность молодым артистам и режиссерам реализоваться и поставить те спектакли, которые, по тем произведениям, которые сейчас популярны у читающей аудитории. Тем самым популяризируя и литературу, и таким образом и театр. Ну вот как-то так. То есть это для какого возраста, скажем? Это хороший вопрос, потому что чаще всего спектакли делаются от 6 до 8 и там выше уже подростки, начинаются с 16. А вот этот вот срез 8-16 лет, он был упущен в России. И наш проект был тоже один из первых, который начал эту целевую аудиторию для нее делать эти спектакли. И вот сегодня будет уже 16-й спектакль нашего проекта, и все они сделаны для этой целевой аудитории. И спектакль, я думаю, как и этот спектакль, хорошо принимается и зрителями, и критиками, и часто путешествует на фестивале и получает награды. Спектакли в основном какие-то, ну не знаю, учащие чему-то, да? Или вот мы просто хотим? То есть какая... Безусловно, там есть какая-то мысль определенная. В каждом спектакле она разная. Допустим, в первом проекте были мысли о том, что... Главная мысль нескольких спектаклей была о том, что у ребенка необязательно должен быть друг ребенок. Это может быть и взрослый человек, это может быть и там тетя, это может быть сосед там по участку. Это отношение к взрослым. К примеру, был спектакль про мальчика, у которого не было бабушки. Но он ее себе представил, и он как бы... Это такой кукольный спектакль, и он с ней играл. И на этот спектакль приходили именно бабушки с внуками. Вот. И многие такие темы... Допустим, последний вот проект был спектакль «Доклад. Меня удочерила горилла». Там как раз было про то, как воспринимают дети семью, которая их удочерила. То есть... И все это показано не слезливо, не ужасно, а языком детей, которые это переживают. Один из спектаклей, который мне очень сильно понравился, и, к сожалению, он был сделан как эскиз, но не сделан до конца еще, Это спектакль про мальчика, который увидел, как на какой-то парковке папа целует другую тетю. И у него закрылась мысль о том, что это измена. И он пытался с этим как-то... В юмористической манере как-то жить. Он пытался поговорить с отцом, он пытался понять, как они сейчас с мамой, что будет дальше. И вот эта ситуация, в которой проживают практически все, без исключения нашей современной семьи, она не проговаривается. А здесь она проговаривается. В такой теме. И дети дают больший отклик. У нас были очень много встреч после спектакля, когда дети разговаривали с родителями и обсуждали то, что они увидят. Поэтому я думаю, что если в Новокузнецке эта тема пойдет, я думаю, что масса будет положительных отзывов и публики. Отлично. Все. Снимали на улице. Мы знакомимся с вами. Как зовут? Фамилия и твой? Артем Свиряков, учредитель Центра культурного города. Ага. И фамилия еще раз? Сви-ря-ков. Отлично. Артем, ну вот что за проект сегодня реализуется в Новокузнецке? Вот что это, да? Для чего это? Кому это вообще? Проект называется «Детки и предки». Он Центра культурный город. И этот проект существует уже пять лет. Этот проект в основном базировался в городе Новосибирске, но с этого года он расширяется на Сибирь. Поэтому этот проект, первый спектакль в Новокузнецке сегодня премьера, можно сказать, нашего проекта. Потом будет Томск, и потом будет еще Барнаул. Проект направлен на популяризацию новой, современной, отечественной, подростковой литературы. Очень много всего, но это очень важно, потому что чаще всего в театрах ставят известные произведения. Да, классику. Она неплохая, но, как говорится, хочется еще чего-нибудь. Вот. Поэтому мы и предлагаем такие варианты. Мы сотрудничаем с профессиональными театрами, мы даем возможность молодым артистам и режиссерам реализоваться и поставить те спектакли, которые, по тем произведениям, которые сейчас популярны у читающей аудитории. Тем самым популяризируя и литературу, и таким образом и театр. Ну вот как-то так. То есть это для какого возраста, скажем? Это хороший вопрос, потому что чаще всего спектакли делаются от 6 до 8, и там выше уже подростки, начинаются с 16. А вот этот вот срез 8-16 лет, он был упущен в России. И наш проект был тоже один из первых, который начал эту целевую аудиторию, для нее делать эти спектакли. И вот сегодня будет уже 16-й спектакль нашего проекта, и все они сделаны для этой целевой аудитории. И спектакли, я думаю, как и этот спектакль, хорошо принимается и зрителями, и критиками, и часто путешествует на фестивале и получает награды. Спектакли в основном какие-то, ну не знаю, учащие чему-то, да? Или вот мы просто хотим? То есть какая... Безусловно, там есть какая-то мысль определенная. В каждом спектакле она разная. Допустим, в первом проекте были мысли о том, что... Главная мысль нескольких спектаклей была о том, что у ребенка необязательно должен быть друг-ребенок. Это может быть и взрослый человек, это может быть и там тетя, это может быть сосед там по участку. Это отношение к взрослым. К примеру, был спектакль про мальчика, у которого не было бабушки. Но он ее себе представил, и он как бы... Это такой кукольный спектакль, и он с ней играл. И на этот спектакль приходили именно бабушки с внуками. Вот. И многие такие темы... Допустим, последний вот проект был спектакль, доклад, он... Меня удочерила горилла. Там как раз было про то, как воспринимают дети семью, которая их удочерила. То есть... И все это показано не слезливо, не ужасно, а языком детей, которые это переживают. Один из спектаклей, который мне очень сильно понравился, и, к сожалению, он был сделан как эскиз, но не сделан до конца еще. Это спектакль про мальчика, который увидел, как на какой-то парковке папа целует другую тетю. И у него закрылась мысль о том, что это измена. И он пытался с этим как-то, в юмористической манере как-то жить. Он пытался поговорить с отцом, он пытался понять, как они сейчас с мамой, что будет дальше. И вот эта ситуация, в которой проживают практически все, без исключения наши современные семьи, она не проговаривается. А здесь она проговаривается в такой теме. И дети дают больший отклик. У нас были очень много встреч после спектакля, когда дети разговаривали с родителями и обсуждали то, что они увидят. Поэтому я думаю, что если в Новокузнецке эта тема пойдет, я думаю, что масса будет положительных отзывов и публики. Отлично. Все. Так, Ирина Дремова, да? Да. Ага. И вы откуда-то из Новосибирска? Я училась в Новосибирске, да. А сейчас живу в Санкт-Петербурге. Ага. Все понятно. Да, ставлю в разных городах Российской Федерации. Вот так. Ну, то есть для вас не первый опыт, да? Нет, не первый опыт постановки, да. Но я еще считаюсь молодым режиссером, и я к этому отношусь, то, что режиссером становишься куда-то там уже поставил много-много спектакля, а пока ты такой молодой режиссер. Ну, и что там за голос-то кто там слышит? Голос-то где-то у себя в голове. Ну, вот сразу кажется, что где-то в голове. А мне кажется, что голос не в голове, а просто внутри тебя, где-то на уровне солнечного сплетения твоей души. Голос и ближнего твоего, который на самом деле тебе говорят какие-то очень теплые, приятные слова, нужно это слышать. А мне кажется, что мы настолько сейчас все вот так вот, и мы не слышим голоса друг друга. И вот какой-то такой контакт у нас очень нарушен. Ну, есть такое, говорят, что не слушать, а слышать. Вот. И мы как бы старались найти какие-то вот эти вот ниточки без какого-то пафоса. Вот искали эти голоса друг к друг другу, я бы сказала. Подростковый класс, ведь такой, ну, очень непростой. Очень непростой. Очень непростой. Я прям судорожно думаю о том, как это сейчас все пойдет, потому что мне не хотелось им угождать, как очень часто делают. Но мне бы не хотелось, чтобы им было совсем неинтересно. Тема очень сложная, потому что главная героиня у нее небольшие психические отклонения, и это очень тяжело. И насколько ты готов быть, подключаться к чужому горе, вот мне хочется, чтобы у них было вот это. Чтобы если ты как бы сначала не принимаешь, но потом ты впускаешь в себя горе другого человека. Я думаю, что не многие это смогут сделать, но тот кто это сделает, то есть спектакль уже не зря. Ну и, конечно, я думаю, что мы сделали какую-то историю, что это будет и подросткам, и взрослым интересно обязательно. Они должны приходить с родителями и об этом разговаривать, о том, что произошло. Ну и чтобы ту самую толерантность в общем иметь в обществе. Да, да, конечно. Вот, поэтому вот сегодня к нам придут какие-то наши первые подростковые зрители, и мы проверим, как все откликается. Потому что мы как бы брали все гаджеты, мы брали всю их музыку, как бы сделали вообще уклон на советскую какую-то историю. Потому что я знаю, я разговаривала, я понимаю, что очень многие мелодии для нас очень понятны, а они не знают, куда они звучат. Для них будет просто как бы какая-то веселая мелодия. Вот все это хочется уже проверять, хочется отклик, какого-то понимания. Ну, по опыту предыдущих и других работ есть тот самый отклик? Я ставлю впервые испытатель для подростков. Да, я обычно занимаюсь взрослым поколением, потому что с ними... Попроще, да? Да, с ними можно... Нет, с ними так же сложно, но это уже взрослое понимание. Вот, они уже более, конечно, восприимчивы, да, и к чужой боли в том числе. Я вообще люблю исследовать боль, и поэтому вот эта тема Саши, нашей девочки, меня очень затронула. Вот, ну посмотрим, то есть как бы для меня опыт, для них опыт, и к чему мы придем. Но я точно знаю, что этот спектакль вызовет дебаты. Захочется поговорить, а значит уже все как бы будет не зря. Все. Спасибо. Понтами уходить. Греметь, шуметь, затоплю пару ледов. Классно. Итак, здравствуйте, уважаемые зрители, да, меня зовут Александр, я являюсь директором Центра Культурный Город, город Новосибирск, и вкратце в предке Сибирь. Это уже пятый сезон нашего проекта, посвященном современной детской, говоря, и наша организация занимается не только спектаклями, а также мы создаем театральные лагеря и кино. Лагеря вот у нас летом запускалась, собственно говоря, да, в офис территории нас не ограничены. Ну, а спектакль я предоставлю слово представить, нашего представителя. Это родителей и вообще аудиторию современную, с подростковой, современной литературой. Но и даем возможности молодым. Вот одно из наших открытий такого режиссера, это было Оля Обризанова. Может быть, кто-то знает, если не знает, наверняка узнаете. Очень кратенько скажу про спектакль, почему для нас это важно, потому что мы считаем, что говорить, когда именно сейчас. Сегодняшний спектакль посвящен герою, который, ну, скажем так, переду жизнь, любит других и готов помогать. Так же, как мы любим театр. Давайте, наверное, тогда пожелаем творчеству. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте поблагодарим наших первоклассников за такое замечательное поздравление для вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok как плохо выглядит, то ли прическами так стали, то ли что, ей бы почиститься. Чем? Энергетически. Может, порча на ней какая-то? Мы по-другому в поводу собрались. Вот, перестала, выпускники школы. Мы с папой тебя поздравляем, гордимся тому, ты у нас молодец. Вот, вот, скажи тоже. Да, присоединяюсь к словам мамы. Спасибо, мама. ...предит, когда диплом получит. Вот, правильно папа говорит. Главное, не травиться ничем на колонию. Не травиться. Ну, пусть моя душа сейчас не так важно, как поступает.